Ну чё, ребята, я приехал в Таиланд. Вот, красивые такие, красивые проводницы. Ты чёрт! Короче, я в Бангкоке. Я потерял карточку банковскую, уже всё перерыл. Вот, так и не нашёл. Сейчас уже думаю, что делать, потому что денег. Чуть-чуть, может, обменять будет на метро. И всё. А я вон на сказках, как русо-туриста. Сейчас вот эту котлету денег буду менять. Китайские, вьетнамские деньги. Ну вот, удалось поменять на 340 с чем-то. И это на два раза умножить, получится рубли. Ребята, вот девочки красивые, всем помогают. Улыбаются. Засмущались. Вон, всё, вдали. Но настроение хоть подняли. Я слышал, что Таиланд это страна улыбок. Вот. Сейчас я буду искать русских, чтобы они мне помогли снять деньги. Ингланд. Ингланд? А, мне? Нет, Россия. Россия. Привет. 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 Вы используете инстаграм? Интаграм. Интаграм. Интаграм? Как используете инстаграм? Нет, я не знаю. Нет, я не знаю. Нет. Я сейчас не имею. Она, улыбка нет. Она не имеет. Она улыбка. И я. Аааа. Ааа. Ааа. бонг панк он смотрите здесь капсулу такие можно отоспаться в аэропорту стоит 500 рублей в час такое удовольствие короче во всех этих банкоматах написано union pay мне перевели деньги на union pay потому что потерял виза карту виза сбербанка на всех банкоматах написано union pay но блять он нихрена не принимает и он еще сказал один там чувак что только виза и mastercard а нахуй вы тогда пишите что и union pay принимает тоже блять картинки они клеют сука какой поезд аэропорта идет к центру города вот здесь уже ночной вечерний банков на улице я три часа провел в аэропорту думая что делать в астангюнион там получить китайской карты пытался деньги снять не перевели но нифига не снимаются деньги вот короче я уже устал решил поехать в посту как-нибудь там договориться удивление вызвало то что здесь водят по левой стороне дороги и на праворульных машинах честно говоря я даже не знал вообще сразу впечатление что город намного развития и вот страна намного развития чем например тот же вьетнам вот здесь много машина в вьетнаме одни даже в столице одни мотороллеры но здесь правда пахнет мочой какой-то вот здесь небольшой склад мусора на дороге но в целом вот на остальной дороге чисто то есть один вот такой склад сделали вон здесь так чисто тоже вот в вьетнаме везде срач уличная еда тоже популярна как-то все почище выглядит смотрите такое такси ну чё себе как быстро он стартанул вы видели блин просто реактивная ракета вот это памятник наверное кормилицы матери не знаю потому что вон у нее большие буфера такие вот здесь на крыше не как в Питере сделали уродливые переходы их там стебали каракатица и еще какой-то вот здесь такой красивый ну это конечно ближе к центру города не то что в Питере там не в центре города такое но все равно какая-то футуристика есть тут даже вот эта бетонная развязка бетон вот как-то знаете как в играх такой грязный но не портит впечатление да Таиланд развитая страна оказывается еще хотел сказать еще хотел сказать про девушек мест все такие фигуристые ну почти все вот и прямо прямо от них пахнет сексом ну и милые такие улыбаются все все буддийское что-то король Таиланда котик это двойной биг мак в Таиланде такое возможно 4 мясных котлетки уже 9 вечера очередные автоматы я так и не смог снять деньги потому что как я прочитал один китайский банк который у меня вот карточка его отменил снятие денег в Таиланде то есть нельзя снимать в Таиланде с его карт да вот такие ребята здесь зазывалуют в классическом такси прокатиться вот ребята они реально гонки здесь устраивают смотрите вон 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 реально гоняются между друг другом ах ах сейчас громко бибикнула машина ну и напомнила мне о мысли что до этого я не слышал ни одного бибиканья уже во Вьетнаме в Китае они бибикают просто постоянно по поводу и без прикол в том что он двери не собирается закрывать короче я еду здесь с чемоданом вот закрыл лучше поздно чем никогда зато телевизор есть автобус это мне напоминает такой советский автобус из фильмов знаете там советских операций или что-то такое вот смотрите уже открывает двери заранее прикол такой собака реально стоит уже минуту чешется блин какой прикол вот реально смотрите поменяла ногу опять без остановки опять поменяла ногу дальше чешется может быть она так извиняюсь за выражение дрочит непонятно она реально не может остановиться смотрите блин кто нибудь в комментах напишите зоолог какой нибудь что эта собака делает я уже устал снимать ее она по ходу дрочит вот повесил российский флаг в хостеле чтобы знали так сказать с кем имеют дело русская территория ну вот такой хостел здесь можно на компе видео даже снять можно русских вроде нет его хотя я хотел русских встретить чтобы мне помогли ну слава богу меня заселили китайская карта сработала все таки видимо по канате нельзя снимать но оплачивать можно вот и в правилах написано секс запрещен на территории отеля вот 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 во всех этих странах юго-восточных ухо за сотку короче не встретил парня из фрумнезерландов из нидерландов короче он оказывается смотрит Илью Бондарева который вот путешествовал на товарных поездах по сша по мексике бразилии потом в россии короче и он короче даже на него подписался мэн, но как вы нашли его видео в первом месте? я не знаю я думаю наверное это читал и после этого я не знаю видео про него прыгать в США в США в США и он стал следовать и он путешествовал в мире за годы я не знаю как он делает но это интересно я думаю что в реддит да, в реддит и кто-то это постал да, кто-то это постал на форуме но я повторю свою вопрос как ты смотрит его видео если они в русском или ты их просто смотрит потому что ну 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 вау интересно я снимаю видео как люди называют котов в разных странах можно я снимать для этого как? да ребята вот очень звонкий кот в России мы зовем котов кс-кс-кс-кс а в Нидерландах как вы как вы что вы делаете для получать котов внимание в России мы делаем кс-кс-кс-кс-кс что вы делаете мы делаем мяу мяу кс-кс-кс-кс-кс мяу фу, че с кс-кс кс-кс-кс мяу кс-кс-кс-кс-кс и о ней мы Я сидел с парня из Недерландии, и я потерял свою банку, поэтому они купили мне биржу, но я должен зарплатить. Этот парень мне помогал, этот парень мне помогал. Этот парень мне тоже купил биржу. Так что, Владимир Путин, я попросил вам, чтобы зарплатить урожайский газ и ойл для Недерландии, потому что они помогают мне, и мы должны помогать. Перед выборами и реклама ездит политическая. Я бы проголосовал за такую красивую. Ну что, ребята, я иду на съемки рекламы в Вангхоке, что в Таиланде. Видите, здесь нет тротуаров на маленьких булочках, и иди как хочешь. Я немного нервничаю, потому что фотку я отправляю в модельную карту, где я прям идеальный, а у меня вон уже, у меня живот, пузо такое, и волос дофига, как и гуванчик. Короче, вот. Ну я массовка, хотим групповка скорее, потому что мало людей массовки, там человек пять в баре, сидеть будем. Посмотрим, что из этого выйдет. Такую работу довольно легко. В фейсбуке куча групп актерских. Там пишите в фейсбуке в поиске «Таиланд экстра» или «Таиланд acting jobs» или «Таиланд actors», и в любом случае что-то найдете. Достаточно найти одну группу, а потом просто смотреть там объявления, и так вот по цепочке все группы найдете. Но нужно, чтобы вас звали. Вот меня за десять дней первый раз позвали на съемки какие-то. Так что это как постоянная работа тоже вряд ли можно рассматривать. Разожгли огонь. Съемки продолжаются. Ну вот так вот съемки закончились. Мне очень понравилась. Классная атмосфера. Вот в основном это была французская съемочная группа. И мне нравится, что вот они знают, когда работать, а когда можно вот отдохнуть. После съемок пиво всем бесплатно, и во время съемок все так вежливо. Там, ребята, давайте сейчас еще посидим, потом мы там потусим. Вообще офигенно. Так что вот первые деньги я заработал здесь. Посмотрим, что будет дальше. Заплатили мне 2000 бат, что равняется 4000 рублей. Собственно, вот так вот я выжил в Бангкоке. Вот. Посмотрим, много ли здесь этих съемок, и смогу ли я здесь оставаться на дольшее время. Подписывайтесь на канал, мне приятно, когда много комментариев и просмотров. А с этим не все очень хорошо. После сербок. Особенно после 500-тысячного видео с сербком. Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Birgit特 Audio